Перед ратушей на окраине парка Сен-Пьер в Кале находится один из самых известных скульптурных произведений. Одно из произведений – это извояние Агюста Родена в виде шестифигурной композиции. Памятник этот называется «Граждане Кале». Он создан в честь самопожертвования шести граждан небольшого французского городка после годовой осады вражескими войсками. Скульптурная композиция состоит из группы мужчин, которые идут куда-то босиком, одеты они в рубящие с канатными петлями на шеях. От фигур веет глубоким трагизмом, даже отчаянием. Не мудрено, эти люди идут на верную смерть. Памятник был открыт в 1895 году, а вот события, отраженные в сюжете, затрагивают 1346-47 годы. Во время Столетней войны город Кале был осажден войсками английского короля Эдуарда III и претерпевал голод и страшные лишения. Вот после долгой осады изнуренные отчаявшиеся жители уже готовы были сдаться на милость врагу, держась из последних сил. Причувствуя, что подобное настроение несчастных французов может действительно завершиться сдачей города, король выдвинул ультиматум. Либо город будет полностью разрушен, а все его жители убиты, либо город будет сдан. При этом ключ от городских ворот должны будут вынести шестеро самых знатных, самых почитаемых горожан Кале. И выйти они должны босиком, с петлями на шеях и непокрытой головой, чтобы тут же подвергнуться казни. Взамен Эдуард III дал обещание, что остальных граждан не тронут и сам город разрушен не будет. Бургомистр Кале озвучил требования англичан, горожанам. Люди притихли, кто в раздумии, кто в унынии. Однако вскоре толпа раступилась и в центр площади вышел самый богатый в городе гражданин, Эстаж де Сен-Пьер. За ним последовал почтенный Жан Дейри, имевший двух красивых молоденьких дочерей на выданье. Третьим и четвертым вышли Жан и Пьер Довиссан и родные братья, тоже из числа состоятельных горожан. Спустя пару минут в группе смертников подтянулись хорошо известные в Кале Андреат Андр и Жан Дефиен. Вскоре, сняв обувь, надев рубящие веревочные петли на шеи, смертники с ключами отправились в стан врага. Их тут же было велено казнить. Однако неожиданно молодая королева бросилась перед Эдуардом на колени и вымолила помилование обреченным на гибель. Король не мог и отказать, ведь супруга ждала ребенка. К слову, описанные события происходили незадолго до героической эпопеи Жанны Дарк, которая также была связана с ходом той же Столетней войны. Поэтому и неудивительно, это событие с веками стало легендарным, если не сказать, хрестоматийным сюжетом для Франции. О шестерых из Кале, конечно, помнили. И спустя пять веков не забыли. В 1884-м был заказан интересный проект. И заказан он был Агюсту Родену, который, рассмотрев его до глубины души, был потрясен историей подвига соотечественников. По его замыслу композиция должна была отразить момент прощания, момент осознания скорой гибели и единого порыва всех шестерых, их жертвенности. При этом каждый в отдельности скульптурный образ будто бы демонстрирует свою собственную реакцию на ожидаемую гибель. Тут и готовность, и решимость, и отчаяние, ужас, смирение, растерянность. Все это можно увидеть в лицах. Эти шестеры еще не знают, что супруга английского короля вымолит у мужа для них помилование. Поэтому реально каждый из них готовится к смерти по-своему. Единственное, чем остался недоволен Роден в своей работе, так это то, что при установке уже готового памятника в 1895 году по требованию муниципалитета города композиция из шести фигур была поднята на высокий постамент. Воля же скульптора, согласно которой граждане Калле должны были быть размещены на земле, была исполнена только после его смерти. Это 1924-й. А у себя дома в саду скульптор установил граждан Калле так, как он это видел прямо на траву. Идут они как живые рядом, чтобы прохожие могли буквально заглянуть в глаза каждому и почувствовать всем сердцем трагедию происходящего. Сегодня, глядя на этот памятник, невольно задаешься вопросом, вот в наши дни кто-либо из власть имущих или просто людей состоятельных способен был бы на такое самопожертвование ради своих сограждан, ради народа, ради своего города или страны. И почему-то по этому поводу возникает множество сомнений.